Всем привет! В этом видео продолжу сборку тачки из Киберпанка. В прошлой части я снял с Мазды все кузовные детали и накинул на неё кузов квадровитек. Перед этим его немного подрезал и подпилил, а также полностью разобрал салон. Сейчас я хочу всё это дело поставить на колёса, что довольно-таки непросто, так как кузов Мазды нужно будет подгонять под новые колёса, и колёса нужны определённого диаметра, чтобы они подошли к аркам квадры. Начал работу с задних колёс. Арки у квадры довольно-таки большие, следовательно и колёса не маленькие. Нужно будет увеличить арки Мазды, срезав с них лишний металл. Тут уже присутствует сильная коррозия, в некоторых местах насквозь. Ну и без толстого слоя шпаклёвки тоже не обошлось. Затем стал пилить сам подкрылок. Рез сделал немного ниже, чтобы можно было снова запаковать арку. Это я сделаю с помощью надрезов, но перед этим уберу всю шпаклёвку, которая будет в дальнейшем просто мешать. Согнул надпилы по арке, которую нужно будет в будущем проварить и залить антикором. Сейчас пока не буду этого делать, так как мало ли придётся ещё сильнее увеличивать арку. Друзья, знаете почему я так хорошо разбираюсь в тачках? Потому что это было моим хобби долгое время. Помнится, я даже институт прогуливал, чтобы зависнуть в гараже. Из-за этого у меня были большие проблемы по учёбе. Благо сейчас есть отличный сервис, который может прикрыть вас и сделать все курсовые работы. Ворк 5 уже на протяжении 15 лет помогает студентам в написании курсовых, дипломов, рефератов и ещё более 20 видов разных работ. Теперь вам не нужно тратить свободное время на то, чтобы безвылазно сидеть за учебниками. Тем более, что на Ворк 5 одни из самых адекватных и доступных цен. Узнать, сколько будет стоить конкретно ваша работа, можно благодаря онлайн-калькулятору на сайте, заполнив форму заказа. А если используете мой промокод КЛЮЧИ20, то можете получить дополнительную скидку на все услуги аж 20%. Заказывайте работы или находите уже готовые, а главное занимайтесь тем, что вам действительно нравится. А Ворк 5 поможет вам в этом. Ворк 5, учись на 5. Я не рискнул пилить кузов квадры пополам и переносить всю заднюю часть, выравнивая её по колёсам. Решил просто перенести стеклопластиковую арку. Нужно срезать небольшой кусок со стороны бампера и добавить часть со стороны двери. Клеить эту часть буду тогда, когда доберусь до дверей кибертачки. А пока приобрёл 20-е шины, в диаметре они 79 см, как раз по арке квадры. Подбирал размер с помощью шинного калькулятора. Так как у меня уже есть 20-е диски от МТЗ, их я и буду использовать для сборки колеса. Они не пойдут в финальную версию квадры VTEC, так как они очень тяжёлые. И чтобы сделать для диска переходную проставку, нужно отдать много денег. Да и не все смогут сделать проставку такого большого диаметра. Пока у меня нет нормальных колёс, я буду использовать эти диски. По ним я выровняю арку и кузов квадры. Также с помощью них авто сможет передвигаться по гаражу и даже выехать при желании. Относиться к этим колёсам не стоит слишком серьёзно, чисто как подставки для квадры. Нашёл одно простое решение, как закрепить такие диски на ступице. Вместо проставки я буду использовать стальной диск, который подходит по разболтовке к Мазде. Как раз будет около 12 см, которых мне не хватает. Но есть одна загвоздка. В таком положении диск не установить, так как будет мешать тормозной суппорт. Нужно будет развернуть центральную часть диска. То же самое, как я делал передние колёса для багги. Ещё этот способ называют ленивые разварки. Увеличивается вылет без резки диска. Центральная часть у этих дисков запрессована и выбивалась с трудом. После разворота центральной части нужно её проварить. Вот теперь можно сварить два диска между собой. Для этого использую небольшие проставки из нарезанного прута. Так как это всего лишь подставка шаблон, я не сильно выравнивал этот диск. И присутствует небольшое биение. Просверлил новое отверстие под сосок, так как старое закрылось с приваренным диском. После того, как диск остыл, на него можно надеть резину. Покрышка хоть и плотно прилегает к диску, но всё равно травит воздух. Поэтому я решил использовать камеру. Получилось такое колесо с приваренной к нему проставкой. Где вы ещё такое увидите? Диск от трактора, колесо от крузака, камера от КамАЗа и проставка с остального диска. Теперь стоит его прикрутить на своё место. Получилось слишком высоко. Под моим весом клиренс становится в нормальное положение. Эту проблему можно решить, срезав виток пружины. Или купить пружины с занижением. Ну или возить в багажнике пару мешков цемента. С другой стороны, сделал всё то же самое. Только проверил, насколько может опуститься кузов со стандартной подвеской на таких колёсах. Для проверки снял амортизаторную стойку. Подвеска спокойно позволяет лечь арки на колесо. Даже есть небольшой запас на амортизацию. Задней частью я пока закончил. Теперь нужно поставить переднюю подвеску на колёса. Для этого заказал переходные проставки толщиной 60 мм. Со стандартной разболтовки 114,3 на 139,7 мм. Они довольно-таки больших размеров. Но так как сделаны из алюминия, имеют небольшой вес. К ним приобрёл штампованные 18-е диски. Самый большой размер, который мне удалось найти из стальных дисков. Взял стальные, чтобы можно было при желании сделать из них разварки. Проставки идеально подошли как к дискам, так и к ступице. Размер проставок заказывал таким образом, чтобы осталось место немного разварить диск. Поэтому он сейчас утоплен в арку. Чтобы сейчас это нивелировать, просто разверну диск. Форма диска и проставки позволяют это сделать. Теперь диск встал ровно по арке. Также по шинному калькулятору подобрал для него резину. Но в этот раз резина оказалась в диаметре на 20 мм меньше, чем было нужно. Хоть и калькулятор всегда давал правильный размер, в этот раз он сильно ошибся. А может быть и резина такая попалась. Можно, конечно, сослаться на износ, но он составляет несколько миллиметров с каждой стороны. Пока оставлю такую резину. Поменять ее не составит большого труда. Еще нужно учесть, как такое колесо будет поворачиваться в арке. Со стороны бампера ему нечему мешать, там пустота. А вот сзади ему мешает ребро кузова, нужно будет его спилить или лучше подогнуть. Надел колесо с другой стороны и проверил, как будет смотреться колесо со стоковой амортизаторной стойкой. Получилось очень высоко. Нужно будет снять стойки и посмотреть, как поведет себя подвеска в низком положении и как будет смотреться колесо в арке. Пока я не вырезал капот, пришлось поднимать переднюю часть кузова для снятия амортизаторных стоек. Теперь можно снять распорку и уже сами амортизаторы. С левой стороны амортизатор снялся без проблем. А вот с правой стороны стойка снялась с трудом, значит все-таки в левую сторону этой машине нормально прилетело и лонжеронный подрамник кривые. Да и видно, что слева аморт менялся, а тут по его состоянию похоже, что еще стоит с завода. Полностью опустил машину, пока передний бампер не коснулся пола. Решил пока не резать пружины, а поставить амортизатор обратно без них. Вообще сюда очень просится пневмоподвеска, хотя бы на переднюю ось. Стойка легла на отбойник и колесо в арке смотрится как положено и поворачивает тоже нормально до упора в рулевой рейке. Я думаю можно оставить родные стойки, но вместо пружин поставить пневмоподушки, иначе минус передний бампер. С колесами эта тачка у меня вызывает чувство нереальности и дикий восторг. Кстати, с правой стороны я не поставил стойки, чтобы посмотреть, как авто лежит в максимально низком положении. Почему же получился такой низкий клиренс спереди? Тут есть два объяснения. Так как разработчики мне не дали оригинальную модель, я делал ее по другой модели, где передние колеса выглядят как бублики. Если поставить такую резину, будет нормально, но она не сможет поворачивать. Еще в оригинальной модели передние крылья имеют скот к низу, а у меня они вровень с капотом. Можно поднять клиренс за счет опускания переднего крыла, сделать вставку, или переделать крылья, как в оригинальной модели Quadro Vitec. Так получается уже 10 см клиренса, если еще подобрать немного передний бампер, будет 13-14, что уже вполне хорошо, но все-таки я хочу оставить так, как есть. Склоняюсь к пневме и регулируемой высоте по ситуации. Пока вместо пружин поставил пластиковые втулки на шток амортизатора, чтобы попробовать немного проехаться в таком сетапе по мастерской. Когда снимал стойки, я сразу подумал об аккумуляторе и вывел для него провода в салон. Вроде бы новых ошибок на приборной панели не появилось, только мигает значок подушек безопасности, так как я их снял вместе с салоном. Повернул ключ и попробовал завести автомобиль. Что-то не хочет, скорее всего не хватает аккумулятора, и за простое он немного подсел. Я уже по своему опыту знаю, что этот ротор не любит севший аккумулятор. Нужно поменять его на заряженный. Поменял аккумулятор и попробовал снова повернуть ключ. Завелась без проблем. Включил скорость и попробовал тронуться, а также покрутить рулем. Сейчас сложно судить, как этот автомобиль управляется, но трогается он по ощущениям также, и за счет усилителя руля не чувствуется тяжести широких колес. Жаль, что за окном зима, можно было бы уже сделать первый выезд. Сейчас уже понятно, как этот автомобиль будет выглядеть в будущем. А также понятно, какие колеса нужны, и как нужно доработать подвеску, чтобы не чувствовать себя дискомфортно на наших дорогах. Ступицы, конечно, на таких колесах будут получать дикие нагрузки. Но ведь этот авто не на каждый день, так что думаю их надолго хватит. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте большой палец вверх. И если хотите, можете поделиться этим видео в соцсетях. Обязательно подписывайтесь, увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!